Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Владимир Турбин, старший координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт в Рязанской области. Здравствуйте! Лиза Алерт, точнее, правда? Ну, кому как удобнее. Угу. Итак, расскажите вот о предстоящих сборах, которые у вас пройдут в Москве. Что это такое, как часто они проходят и для чего они нужны? 15 апреля в Москве пройдут ежегодные сборы. То есть они проходят два раза в год. На базе обычно МЧС. В данном случае МЧС находится на ремонте базы, которую мы обычно используем. Поэтому будет частными спонсорами предоставлен вертолет-дром Московской области. Там будут, пройдут базовые курсы по работе с компасом, навигатором, ориентирование на местности. Вот, всевозможные курсы первой помощи и навыки выживания и нахождения в лесу. Кто там соберется? Со всей страны, ребята, да? Да, там собираются волонтеры со всей страны, показывается помощь с приобретением билетов. То есть это опять-таки компании идут нам навстречу, предоставляют эти места в самолетах, в поездах, в автобусах. Вот, то есть на месте организуется полевая кухня. То есть ребята у нас ни в чем не нуждаются. А это именно Лиза Алерт или кто-то еще там будет? Лиза Алерт совместно со Спасрезервом. Скажите, это правда, что в Москве поиски осуществляются и благодаря частным самолетам, вертолетам, чего в Рязани нет? Да, действительно, в Москве очень широко применяется частная авиация. То есть люди, обладающие своими средствами воздушного сообщения, скажем так, они участвуют в поисках, тратят огромные личные финансовые резервы на это, но качество поисков очень сильно повышается. Если брать Рязани-Москву, нужно понимать, что материальное положение у нас разное. То есть, соответственно, в Рязани нету в таком количестве владельцев личных самолетов, соответственно, чтобы из них нашелся тот самый волонтер, который готов нам помогать, это нереальная ситуация. Плюс к всему стоит понимать, что мы живем в военном городе, у нас есть военные аэродромы, военные части, очень близко расположенные в городу, в черте города и, соответственно, очень много закрытых воздушных пространств. У нас были летом случаи поисков, когда Москва предлагала прислать частную авиацию, но нам запретили ввиду близкого расположения военной части и подготовки к каким-то учениям. А чем удобно, допустим, я понимаю, что в лесу удобно с вертолета искать, а если это кто-то утонувший, есть в этом смысл? Авиация очень удобна на открытых пространствах, то есть, соответственно, в лесу густом авиация ничем не сможет помочь. Нет? Нет, к сожалению, нет. Я ошибалась. Но в поле, например, на прочесывание подробное поле с целью нахождения, допустим, человека уже ослабшего, который сам не может передвигаться, подать о себе весть, допустим, он находится без сознания, на кусок поля 500 на 500 метров может быть затрачен до трех часов. Это чистое поле с травой, с высокой. Авиация проходит это буквально за какие-то там десятые доли минуты, и уже сверху картинка отличная. Видно и человека в поле, и следы, и все на свете. Если брать водную среду, то с высоты очень хорошо видно средние глубины и маленькие глубину. То есть, будет видно нахождение тела, какого-то объекта, автомобиля, то есть, все, что угодно. Если это не очень большая глубина. Это и в Оке, и в Волге можно увидеть? Да, естественно. Прямо вот в такой большой реке? Да, 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 да. В солнечный день очень хорошо просвечивается до дна, из-за того, что смотрим прямо сверху вниз, видно очень хорошо. Если мы стоим с берега, смотрим, то мы смотрим под углом, преломляется свет, и, естественно, мы уже не видим в метре от себя. Так, а вот как же лес тогда? В лесу как искать? Как его прочесывать, если вертолет бессилен? В лесу уже сугубо ногами. То есть, в лесу, в зависимости от ситуации, в зависимости от предполагаемого состояния пострадавшего, применяется либо работа на отклик, когда люди кричат, зовут по имени человека, надеются на то, что он ответит им. Вот, это достаточно быстрый способ, но он актуален первый день, два поиска. Ну, в среднем. Вот. Либо уже потом начинается прочесывание, когда плотным рядом пять человек методически проходят квадрат за квадратом. Это тратится очень много времени, то есть, уже это не два с половиной часа, три, как в поле, это уже пять часов. Это пятьсот на пятьсот метров. То есть, это даже не квадратный километр. Пять часов леса этого потрачено. А вот скажите, как же не заблудиться гражданам? Сейчас все пойдут за грибами, за ягодами, венечки собирать для баньки. Ну, грибной сезон – это, в принципе, очень тяжелое время для нас. Не заблудиться, в принципе, очень просто. Во-первых, нужно всегда сообщать, куда вы пошли своим родственникам, близким, оставить предполагаемое место, куда вы пошли за грибами. То есть, как минимум, локализация места пропажи позволит предпринять и нам, и МЧС, и полиции более качественные действия, более быстрые для спасения человека. С собой иметь заряженный телефон полностью, какой-то минимальный хотя бы набор продуктов, печенье, вода. Телефоны современные с андроидом имеют возможность найти приложение с GPS-слежением, GPS-трекер, который записывает ваш маршрут и накладывает его на карту. И куда бы вы ни зашли, вы по этой карте сможете всегда вернуться и понять, как вам двигаться. То есть, с таким приложением можно ходить по лесу, не боясь за свою жизнь? С таким приложением можно ходить везде. Единственный сдерживающий фактор – это емкость вашей аккумуляторной батареи. Но, опять-таки, если мы с вами говорим не о туризме, а о сборе грибов, то, ну, сколько вы их собираете? Три-четыре часа. Телефон в фоновом режиме записывает, ну, современный телефон способен продержаться. Так, на всякий случай еще один надо взять, если уж сигнал о помощи звать, да? Да, конечно. То есть, с этим бывают иногда проблемы, когда человек забудился в лесу, у него телефон даже еще заряжен, телефон, но остаются там какие-то крохи. При неграмотной связи с пострадавшим телефон садится раньше, чем его находит. Такие случаи были и в Рязани, и в Москве. Поэтому, в принципе, существуют методики определенные, как держать связь с пострадавшим. Так, то есть, вы их знаете, да? Ну, да. А вот связь берет везде, во всех лесах? Может быть, такое, что в глушь вообще зайдешь? Ну, можно зайти в глушь, где связи не будет, но, во-первых, на навигационную программу этой распространенности не будет. То есть, очень густой лес. Да, очень густой лес, он единственное, что GPS будет не очень точный, но чтобы выйти из леса, он нам всегда поможет. А связь именно телефонная, чтобы поговорить с кем-то, да, могут быть потери связи. Но посматривайте на телефон, старайтесь не уходить из зоны покрытия. 112 все равно можно вызвать, правильно? Да, 112 – это без зоны покрытия оператора вызвать можно. Ну, все, я думаю, все это знают. А вот самый какой-то, может быть, один из последних случаев, кто у нас в лесу пропадал, или кто чаще всего, может быть, пропадает, приведете пример? Ну, чаще всего в лесу пропадают, естественно, люди преклонного возраста, которые, ну, если брать у нас, Рязань, люди преклонного возраста, которые в силу физического состояния обладают малым запасом сил для того, чтобы полноценно двигаться по лесу и долгое время пытаться бороться за свое здоровье, за жизнь. Таких случаев каждое лето бывает очень много и осень. Кого-то находит, кто-то, к сожалению, погибает. То есть, ну, очень сложно старого человека просчитать, куда он мог пойти. При наличии связи часто дают ошибочные наводки на место. Сами действия могут быть, как сказать-то... Неправильные, что еще хуже все. Они, логика действий непросчитываемая. То есть, человек потерялся, он поехал на велосипеде, например, за грибами, пошел их собирать. Грибов не нашел, заблудился. Вышел к населенному пункту. По большому счету человек спасся. То есть, его здоровье ничего не угрожает, он находится в населенном пункте. И, однако, старый человек, у него определенное мышление уже сложно просчитываемое, и он уходит обратно в лес искать этот велосипед. То есть, велосипед ему дороже. Соответственно, тот поиск закончился трагически. Велосипед нашли раньше, мужчину позже, но... Просчитать именно, куда он пойдет, было очень сложно. Причем, проблема была в том, что он действительно один или два раза выходил в населенные пункты. То есть, люди его видели, он у них спрашивал, в какой стороне там находится населенный пункт, с которым он пропал, но не для того, чтобы туда вернуться, а для того, чтобы опять скорректировать свое движение и найти все-таки этот велосипед. И долго так ходил? Его вы искали уже в этот момент? Да, и мы искали, МЧС, полиция, как раз тот поиск самолета не смогли участвовать. Ну, по-моему, поиск продолжался две недели. То есть, долго, хотя лес относительно небольшой. А он сам как-то давал сигналы, а помощи там какие-то нет? Нет, нет, у него не было с собой телефона, ничего не было. То есть, и в принципе, в принципе, главной его проблемой было именно нахождение велосипеда. Обалдеть. Но бывают же и счастливые моменты, правильно? Бывают счастливые моменты. То есть, у нас был случай, когда пропала бабушка на окраине Рязани в частном секторе. Причем нам что повезло, родственники были знакомы с одним из волонтеров. Соответственно, нам вот именно устная такая заявка пришла очень рано, очень быстро, буквально через часа два после пропажи. И приехав на место, мы столкнулись с тем, что полиция как раз тоже в этот же момент подъехала и только принимала заявление. Соответственно, начав осмотр сектора вот этого частного, на расстоянии, может быть, километр от дома, мы находим эту бабушку. То есть, она... Это как раз была осень. То есть, вот первый снег как раз шел, бабушка поскользнулась. Когда падал, схватилась за забор из сетки, рука застряла. И... То есть, она не могла не встать, не окончательно там хотя бы лечь как-то удобнее устроиться. Кошмар. Вот. То есть, да, мы первой с женой приехали, мы ехали с другого поиска. То есть, поэтому мы были уже во всеоружии, мы были на машине в городе, быстро подъехали, вот бабушку эту нашли, погрузили в машину и сдали родственникам. То есть, полиция только заявление успела принять. Это... Ну, это говорит о том, что чем раньше заявка пришла, тем больше шансов. Это во всех. Но недалеко может уйдет, да? Да, недалеко уйдет. Ну, соответственно, шанс найти здорового человека, живого. Вот. То есть, тот случай, да, показательный, это вот именно, что мы рано среагировали и удалось спасти человека. Скажите, а почему часто в соцсетях или в интернете нет видео спасений, да, они бывают, но редко? Или почему вы как-то не рассказываете о том, как людей находят? Вот много мелькает в интернете, пропал человек, потом найден жив, найден погиб, да? Но подробностей никогда нет. С чем это связано? Ну, начну с того, что в соцсетях ориентировки вот эти вот изображения пропавшего человека с яркой красной рамочкой появляются из-за того, чтобы информационно повесить как можно большую группу людей. Не из-за того, что мы хотим просто, чтобы все знали, что мы его ищем. Это именно очень мощный инструмент для поиска людей. Конечно, да. Вот. Соответственно, когда человек найден, мы сугубо отписываемся. Найден погиб, найден жив. Либо, если поиск продолжается, ничего не появляется, никаких подписей. Делается это почему? Из-за уважения к частной жизни пропавших и их родственников. То есть мы не хотим транслировать на большую аудиторию обстоятельства пропажи, обстоятельства нахождения, здоровья, что с человеком случилось. Это может быть, во-первых, не культурно с нашей стороны, во-вторых, это еще может подпасть по закону защите данных третьих лиц, которые мы получили в ходе поисково-спасательных работ совместно с полицией. То есть существует такой закон. Вот. Почему мы не размещаем видео? Ну, во-первых, в такой ситуации, когда мы нашли человека, ну, снимать какие-то видео, фотоматериалы, это очень проблематично. То есть не до этого. Вот. И, во-вторых, опять-таки, это вмешательство в частную жизнь. Если родственники будут не против, если у нас будет возможность, то, возможно, какой-то вот фото-видеоматериал появится. Но это очень редко. В основном это происходит в Москве. Почему? Потому что там больше волонтеров. То есть в эвакуации участвуют, например, 10 человек. Еще 10 пойдут в подготовку к приему пострадавшего. Ну, и могут найтись люди, которые это как-то зафиксируют при согласии родственников. Да, что вот спасибо, вы спасли. Если брать, допустим, вот бабушку, которую я рассказывал уже на окраине Рязани, то когда мы ее привезли, родственники тоже как-то доброжелательно к нам относились. Давайте зайдем. Ну, мы уехали, потому что не до этого было. Скажите, а как к вам присоединиться можно и кто может это сделать? Ну, во-первых, у нас есть горячая линия, которая есть везде в интернете, по которой можно позвонить и предложить. То есть с человеком связываются, предлагают где-то встретиться, обсудить, рассказать все, что интересующие вопросы ответить. Допустим, у нас в Рязани два раза в неделю проходит обучение внутреннее, приглашается человек, все ему рассказывается. Либо можно написать в соцсетях, это группы ВКонтакте, в Одноклассниках, опять-таки, Лиза, Аля, Рязань. Можно написать в центральную группу Лиза, Аля, перенаправить именно к Рязани или к какому-то другому региону. То есть отрядов полно по всей России во многих городах. Совершеннолетние могут, да, вступить? Да, естественно, к поискам привлекаются только совершеннолетние люди, потому что, организуя поиск, будь ты волонтер или должностное лицо, ты отвечаешь за тех людей, которые участвуют в данном мероприятии. Ну а на предстоящих сборах у вас много новых, я так думаю, поедет, да? Ну да, поедет много молодых ребят, которые именно получат какой-то комплект знаний, который, возможно, мы не смогли дать в Рязани, который, возможно, в Москве дадут более широким спектром. Но, опять-таки, имея такую ресурсную базу, как там МЧС, вот эти вертолеты-дромы, возможно, это организовать процесс обучения гораздо более эффективно и слаженно. Спасибо вам за то, что вы пришли. И желаем рязанцам, заинтересовавшимся этим вопросом, также присоединяться к Лизе Алерт. Они делают очень хорошее, доброе дело для всех нас. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова